Вот так на эмоциях и повышенных тонах десятки фермеров Сарамского района Туркестанской области сегодня решали проблему с поливной водой. Все они боятся остаться банкротами. Поля, на которых крестьяне высадили овощи и плодовые деревья, пересохли без влаги. А все потому, что теперь полив осуществляется по новому графику, утвержденному Казводхозом и местным акиматом. Но аграрии с этим категорически не согласны и требуют полноценную подачу воды. В проблеме разбиралась Анастасия Новикова. Это поле Хикматулла Саид Назаров арендует. В этом году он собрал здесь урожай картофеля. Вторым посевом решил высадить баклажаны. Вложился на 650 тысяч тенге. Но без воды на жарком солнце молодые побеги засохли. И вряд ли дадут хотя бы половину ожидаемого урожая, говорит фермер. У нас одни расходы. Привезти воду сюда невозможно. Дорого. Мы платим за воду, но наша земля сухая. Мы уже как минимум 50% урожая потеряли. Мы банкроты. Говорят, что воду по приказу Шокеева гонят в Туркестан. А как нам быть? Чем детей кормить? Издеваются над нами. Больше сотни фермеров Саирамского района рискуют потерять свой урожай. Они собрались возле шлюза на главной водной артерии региона – реке Аксу. На своих гектарах выращивают картофель, лук, морковь, фрукты, а также клевер, которым кормят скотину. Крестьяне говорят, они платят за полноценные пять дней полива. Но две недели назад начались перебои с подачей воды. Первый раз нам дали двое суток всего воды. И то положено два куба нам воды. Дают 400-500 литров воды. Потом полторы сутки дали. Вчера утром в семь часов на пять дней наш лимит. Вот в 12 часов дня опять перекрыли. В семь часов дали, в 12 дня перекрыли. Полить гектар поля за шесть часов невозможно, сетует Дикханья. По словам местных властей, воду раньше действительно перегоняли в водохранилище в Туркестан. Но из-за того, что ее уровень в реке упал, делать это прекратили. Но живительной влаги для полива все равно не хватает. Обмелела река Аксу. Поэтому в местном козводхозе установили график полива. Правда, фермеров он не устраивает. 17 июля после сильной жары в горах растаял запас снега. А потом он закончился. Другого источника воды нет. Воды стало меньше на 8,5 кубов. Если мы не будем работать по графику, то воды никому не хватит. Виновные в неправильном состоянии графика или распределение воды будут наказаны. Мы сейчас проведем работы по выяснению причин. Водный коллапс может усугубиться. На юге установилась сильная жара. Температура воздуха днем доходит до плюс 45 градусов. Без воды банкротами останутся сотни семей. Анастасия Новикова, Дарнатьев, Абзал Турябеков, Фонформбюро Шымкент.